видят и иначе все это воспринимают меня связывает очень совсем не конъюнктурное совсем нет нет положений там официальных а просто так сложилась судьба что тоже в таком же каком-то вихровом вихровом турбулентном каком-то движении мы с юных лет очень дружны и и нежно друг друга то есть они не получим великого такой фигурой фундаментальной до удивления и одновременно совершенно нежнейшее удивительное человеческое существо такое необыкновенное по по своему обезоруживающую всех своему такому интеллектуального могущества за завод этой в общем такой большой симпатичный удивительный во всех ракурсах во всех изменениях мой артурный глаз как отмечает удивительно такую не знаю подходит ли это слово так человеческое совершенство которое которое совсем не означает что надо быть для этого веры белоской какой-то антропологическая какая-то такое специально наверное природа устраивает чтобы никто не догадывался что в таком удивительном теплом большом таком чуть не вуклюжем так вот человек вдруг такой вот удивительная гармония всяких удивительных совершенно качеств так вот поэтому поэтому у меня были конечно преимущество потому что я понимал я за я слышал но так довольно как бы не воспринимаю что это может ко мне иметь как прямое отношение такой рисующий архитектор значит вообще вообще профессия очень подозрительная самом себе мы как-то выясняли с петром леонидовичем что он думает о профессии архитекта он никак не мог сформулировать я вам сказал подозрительная профессия подозрить конечно понимаете всюду есть какие-то измерители в архитектуре вроде бы конечно они есть но они ничего в них не определяют значит никакие никакие жесткие как бы на регламенты они очень важны они очень много определяют просто архитектор сам так есть это его действительно профессия самое главное что он должен сделать получая какой-то ли сам выдумывает какой-нибудь какой-нибудь план какой-нибудь план какого-то происшествия какое-то сооружение или там еще каких-то удивительных задач первое что он должен он должен уметь видеть вот я считаю я преподавал своим студентам я пытался их научить и проверить как они вообще видят я хочу сказать очень такой первое что я был очень молодым профессором ваковским пришел архитектурный институт главным образом потому что туда поступила моя дочка любима маша и я нет сожалению так трагически но она была таким главным главным существом на свете поэтому я решил что вот теперь я действительно должен придется с этой мыслью я наконец выполнил жесточайшее поручение михаил вич миле очень моих моих атомщиков значит и наконец взялся за три месяца мне нужно предсказали я должен был я был включен пугожское движение членов единственный архитектор мире чем пугожа значит и нужно было лететь на юбилейную сессию швейцу и вдруг обнаружилось наверно в цк где-то значит обнаружил что у меня нет степени такой порог такой изъян должен караться значит не поездка исключением жесткой из всех списков но так так как председатель пугожского комитета ссора батарея михаил дмитриевич миллиончиков а миллиончиков научный руководитель егене паучи вели хвост значит здесь как бы закрутился рук и тогда михаил дмитриевич у меня к нему приехал я получил амутацию и сказал что значит он так и сказал посмотрите сюда я читаю платона и и доктор я просанялся сказал решаю что я избавлен так теперь за три месяца извольте сделать и защититься это был такой паническое отступление ненавижу заниматься тем что я уже сам знаю просто жуткое сопротивление всего организма биологического отторжение так так жалко каждый день потому что можно что-то новое а это все знаешь это уже все надо все остальное привести в порядок расчертить там указать и там всякие штуки справки зубная боль значит ну короче говоря мне пришлось когда то и вам придется если вы еще не не до конца аттестованы там еще пока не академик вы все произойдет вовремя лучше в экстрем лучше доводить до экстремальное состояние чтобы конь ученый совет трясло от того что вы еще не тогда возникают потрясающие силы для того чтобы это чтобы они подавились черт подери и вы будете самый замечательный аттестованный человек начался мы происходили примерно такие такие ощущения переживал все с этими всеми делами но все состоялось геню павловичу велик он например так не удалось защитить кандидатскую лиц от своей я защищал кандидатскую они присудили докторскую с условием что по и пакетским правилам я через год должен прийти с докладом простите с такой не академический жест как только я их вырвался я конечно забыл про это обещание безусловно прийти с докладом так и не приходил до сих пор пока не стал в целом ряде мест почетным доктором что меня очень академик многих как один так немножко всего наоборот но всяком случае абсолютно достаточно потому что это вы удовлетворяете чужого любопытства вы на это работаете не на свое собственное на чужое но правда на самом деле миллиончик а был прав конечно юр это даже в не пара поразишься когда ты попробуешь все это написать то что знаешь я просто вынужден был они меня зажали на пехотной улице там где вас обняк которую все отопчики живут значит я значит там должен был ему рассказать приехал усталый там перекусили потом сел там без кому давайте я должен был произнести без предупреждений просто свою ситуацию как я вижу по-видимому я сделал это довольно хорошо потому что у меня был предмет увлечения я решил на нем средоточиться такой настоящий это было модульное регулирование кибер интуитивно связанная с такими всякими играми типа кубик рубик значит всякие вот эти перестановки пространственных элементов значит комбинаторика и всякое всячное игры очень на самом деле очень понятно детство игра в кубики она как бы в общем очень увлекать на самом деле есть еще нужно там что-то сообразить что к чему поставить тот целый целый мир впечатлений тут можно оттуда извлечь это совпадало с всякими тенденциями модификации современных и в науке и в технике в технических всяких универсализация всяких технических условий и регламента поэтому значит как-то вот все было интересно я я очень увлекался когда я рассказал ведь палыч мне сказал что он тебя будет интервью так за интеллировать вот тестировать значит я с этим справился а потом пришлось сделать эту рутинную работу все это на самом деле но когда все это преодолелся вы знаете я думаю что вот эта школа школа вот то что я так попал по назначению душкина попал в академ проект академ проект этом это случился вот тут все хорошее его фотографии значит он в это время он передал как бы но он оставил самый суд был творческий научный руководитель института его создатель и это происходило 37 38 год в это время был господин очень тяжелый для академии наук переезд академии из петербург из ленинграда из петрограда москву и в связи с этим освобождалось огромное количество там приказом сталина старых особняков прекрасных зданий таких вполне ампирных вполне таких знаковых сооружений каждый такой институт был самодостаточным вокруг своего академика круг имени таким удивительным школой прежде всего школой и конечно эти коллективы эти люди и и и и и в общем я застал этот парад настоящих академиков вот это конечно мучительный был процесс и в частности такой институт как институт палеонтологии перебирался с коллекциями это тяжелая штука а коллекции начаты петром вы это наверно знаете значит и вот тогда в тюринские конюшни не скучного сада было решено что там разместиться московский палеонтологический институт уже в москве в то время как ленинграде у него были замечательные правда это были как бы не здание не палеонтологического института а нескольких таких есть естественно образовательных научных организаций и к институту так все случайно значит через какой-то я при я пришел выходим проект в это время практически в творческом плане и плане своих предпочтений в искусстве сменил щусева иванславич желтовский желтовский знаете это имя нет крупнейший наш академик архитектуры и такой выдающийся знаток итальянского квадрачента и возрождение и вообще искусство он мог позволить себе провести несколько раз по и по ряду лет изучая обмеряя италию и создавая как бы свой собственный взгляд на мир такой вполне ренессансный великолепный знаток тончайший исследователь мастер абсолютно не похожий по всем позициям на предшественника который был совсем не однолюб его интересовало при каждой задаче он его интересовал каба все что могло бы быть с этим связано то есть он и огромный внутренний такой потенциал творчество то есть он мог он такой был способ способный сыграть пару и там написать партитуру и потом скажем чтобы проследить что все было так как он написал то есть прекрасно выстроить ему удалось еще до советской власти начать строительство построить несколько замечательных храмов он был настоящему то что для того времени естественном в таком то что называется там верующий человек он был верующий человек просто я понимаю что у каждого из таких людей есть как бы свои 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 свой способ верить или свой свои свои законы веры но безусловно он жил в христианстве и прославном очень интересный художник потрясающий график и необыкновенный учитель и замечательный в общем это он был он не приезжал в институт он работал в своем особняке который еще ленин ему закрепил напротив консерватории там улица жданы неждановой она называлась боюсь боюсь как она сейчас может быть и переименована в какой-то старый старый там это идет от большой герца герцена небольшой никитской перпендикулярно консерватории прямо до пирской улице там направо есть такой замечательный особняк значит и мы тогда мальчишки все кто с этим был связан нас было совсем мало совсем молодых практически в тот год может быть там передо мной появлялась тоже так штучно 23 года образовалась такая небольшая молодая коллеги я к ней примкнул значит и мы просто имели возможность там с кем-то из старших мастеров там про поехать туда своими какими рисунками калечками там эскизами макетиками и вот значит там происходило это таинство беседы мастера значит это было безумно интересно вот у меня есть коллега мой дмитрий анатольевич метанев который в отличие от там двух-трех человек других из нашей маленькой стаи он в отличие от всех писал все что служил вот так он просто устроен по-другому он такой исследователь изначально то есть у него хватило здравого смысла чтобы понимать что это будет очень интересно и потом так что я у него есть такие 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 всякие записи желтовского и было еще несколько человек в общем короче говоря среди первых работ как все начиналось значит вот это переезд палеотологического музея там можно можно что хотите значит палеотологического музея он в неожиданно повернулся ко ко мне как бы удивительным таким поручением однажды меня позвал наш как бы при с тех пор у нас система была там всюду все годы значит потом расскажу сразу потом был после желтовского там был замечательный архитектор ли ленин поляков ряд трех сталинских премий вы знаете наверное его знаменитую гостиницу ленинградскую башню в такую а-ля русская барокко хрущев когда появилось его постановление знаменитая возле штук был погром самый настоящий разгромили академию туры разгромили аспирантуру разгромили библиотеки все просто был погром и значит у него хрущев не знал что сделать с поляковым он был еще автором волгодонского канала и всех шлюзов вообще крупнейший из знатов питерский по происхождению архитектор но работал в москве он пришел третьим ваш покорный слуга 4 и 4 вот этот четвертый четвертый номер он сегодня практически выполняют роль могу переводить что-нибудь с последней цифры на всяком случае где-то порядка 52 лет въехать так как вот вместе институт институт который 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 с поляковым и начали уже очень крупные работы это были ядерные центры по стране в средней азии в центре много и вообще все крупные крупные исследовательские центры города науки то есть пошел такой космос это 60 62 год значит космическое наше преодоление успехи настоящий прорыв науки и техники советского союза он конечно побудил лидеров государства и страну ну как бы переосмыслить в сопоставлении с американцами необходимые масштабы финансирования и это превратилось просто некий некий такой рычаг такой не знаю некий трамплин такой какой-нибудь старт стартом нажал 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 взлетает значит по отношению к науке сталинское время ее такое чуть-чуть осторожное отношение не чуть а может быть и много осторожное при всей жесткости режима очень осторожное отношение к науке во всяком случае она безусловно пользовалась серьезным расположением и уважением и что очень важно открыт был диалог между высшей властью и выдающимися представителями научного сообщества то есть еще ленин встречался там желтовским позже при сталине были такие встречи с целой группы и выдающихся архитекторов страны неоднократно и решались все вопросы дворца советов и генеральные планы москвы и вообще территориальное планирование то что сейчас очень много потом великие стройки все одни прогресса и так далее это саяно-шушинской все это удивительные такие такие вселенские проекты значит забегаем вперед значит так происходило и эта конструкция она осталась и сейчас в это время появление фону там появление вот этой такой путаницы которая с которой по-видимому все-таки будет какой-то выход и все станет должно встать на свои места я такое в этом смысле абсолютно верующий человек потому что я как бы начал свои слова с того что я сказал что раньше летел на работу так и никогда не нужно было делать усилий утром я пружинистов того начался потому что здесь больше того когда были крупные работы я спал на столах тут и и работал так как работают там это объединяло физиков и лириков объединяло бы все спали на столах я знал хорошо молодежь научную из настоящих наук вот дружился многим и и все научные новые центры и все эти деньги они превращались в задачи связанные с архитектурой и строением и строительством это был огромный бюджет этот бюджет был который шел только на материальную техническую базу науки и и и и и фундамента его фундаментальных задач которые решаются через архитектуры строительство строительное производство обеспечение ресурсами и так далее дорогое удовольствие архитектура дорогое удовольствие значит но и она создает основные фонды значит был когда я принимал институт после полякова была пауза там три года не могли остановиться почему-то не не знаю академия наук перебирала очистка капризно а потом был такой момент когда сами мастера архитектуры которые здесь в академ проекте нашли себе пристанище а почему я говорю об этом потому что академик несмеяна при котором я появился александр николаевич он вдруг получил такую ну я не понимаю как это происходило там на всяком случае был такой уполномоченный по строительству архитектуре при президиуме это было очень крупный архитектор константин николай чернопятов который построил там всем из вашему поколению всем известно сочинский театр в котором сейчас происходят всякие вот такие вот всякие штуки современной эстрады и всякие конкурсы и всякие там невероятные щитя действительно театр кстати консультировала желтовский чернопятов был еще достаточно молод и поэтому сочи резиденция сталинская она как бы под особый опек желтовский построил там уже в это время он построил академическое время он построил дом уполномоченного знаменитая и вот этот театр родословная у института необыкновенно прекрасно просто необыкновенно прекрасно потому что каждый из этих фигур абсолютно без всяких подставок без всяких ложностей без всяких каких-то необходимости укреплять их ими какими бы там то есть все эти звания все 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 так сказать все вся это всякое разукрашивание многими красками все им доставалось по праву их отмечали их чествовали их любили они были знаменитые щусев все это происходило в академ проекте он построил знаменитую оперу в ташкенте он построил практически основные за главные здания академии наук почти всех национальных республик это все делал академпроект одновременно к тем проекта был создан еще ленинградское отделение который занимался особыми строительными объектами мы тоже мы являлись генеральным проектировщиком московские скажем всего вот этого хозяйства которое называется курчатский центр и и практически такая лирическая тема биологическая как все ботанические сады страны все академические главный ботанический сад москвы и все остальные там и кишинёв крым крым с его никитским садом мы генеральный это же мое время генеральные партировщики правда до нас успели заложить этот сад французы как очень многое что они делали тогда виноградники там знаменитые всякие плантации строили эти знаменитые хранилище вин который до сих пор поражает французских депутатов если быть совсем недавно они оценили крым по моему в подвалах наших массандры они очень короче говоря это действительно необыкновенно интересный институт и в основе лежит такая его как бы его успех значит я принял я не скоростно взялся за эту непростое сопоставление когда вдруг группа наших не смеянов собирал всех кого отторгла по тем или иным причинам идеологической власти выгнали андрей кстантиновича бурова назвав его космополитом он и был космополит и он работая в академ проекте необыкновенный человек необыкновенной тонкости и взящества архитектор и никто не знал что когда его отлучили от артуры и сам николаевич не смеянов ему предложили прийти в академ проект уже нескольких таких тогда это не было такого слова вы приходит диссидент стоящий но в какой-то степени такие люди спать со своей четко очерченной позиции в вопросах культуры и и важнейших составляющих в том числе искусство знания и архитектуры знания и просто причастность к профессии конечно это это было удивительно александр николаевич как бы коллекционировал этих людей академия и авторитет был настолько безупречен что никто не смог противостоять такому приглашению и постепенно здесь образовалась целая такая группа людей удивительных по своему масштабу и мастерству и умению работать и изяществу буров леонид николаевич павлов один из самых таких архитекторов за которыми студенчество ходила толпой оба обожали этого человека очень короче говорят от дальше там ростковский и шевердяев там за имена в архитектуре первоклассные по тем или иным причинам что-то у кого-то что-то там не получилось в учебном процессе у кого-то там кто-то неправильно там понимает значение социальное значение архитектуры и строительство там здесь вот это поставление без листок в общем короче говоря вот это время я я пришел пятьдесят третьем году назвав что я иду хочу макадемпроект действительно было место и действительно я тут сюда пришел значит один раз я уходил когда меня избрали в результате переворота на съезде после переворота у кинематографистов у моих друзей лима климова там и все эти группы замечательные они устроили переворот и там поменяли все руководство союза неожиданно под дисциплинируемых архитектор произошло то же самое я в результате переворота уже на альтернативной основе из 7 кандидатов был к утру ужином завтракали значит к утру я был сказать должен был каждый несколько слов как он что-то профессии по-видимому я не засыпая сказал лучше всех это послужило это привело к тому что я даже 6 лет был еще параллельно и вышло распоряжение президиум которое должен был продолжать здесь творческой научным руководителем и еще руководить союзом это непростая штука один из крупнейших общественных организаций ну в общем короче говоря там и всякое депутатство и то и все но у меня к этому времени значит в институте было три с половиной тысячи человек по всей стране всюду у меня такая есть это пришло от отца такое уверенность что московские штучки не должны делать все на свете по всей стране подменяя тех идеальных людей которые там живут это их родина они любят эту землю и они должны там стараться иметь возможность реализовать себя это были такие вот до дома полученные установки которыми якобы которые разделял полностью поэтому всюду где возникало постановление правительства цк политбюро там под под важнейшим я туда прилетал и немедленно из местных формировал некий филиал некого мастерскую и только имея мастерскую раскручивал огромную работу конечно мы расширяли и это было похоже на жизнь работу прославленных гроссмейстеров это была игра там минимум на ста досках одновременно интересно по-настоящему жизнь удивительная подрядчиками были такие почти почти легендарные организации связанные с задачами бороноспособности мощи государства как средь маш который руководит всей атомной нашей сетами там и всякими другими задачами которые так обозначились и значит естественно наукой которая без которой невозможно все эти движения в индустрии и таким образом все вместе москва это был центральный институт мы построили этот дом причем денег у института хватало на то чтобы там став сил очки лишь при котором все это происходило значит мы он профинансировал это из бюджета все строительство этой комплекса омега когда мы входим фиан прохоров басов тут все футбольная команда была сахаров значит андрей мит келдыш влачей прохоров александр михайлович месяц металлургия да и басов басов и и генетика последний последний корпус вот тут это для того удивительного человека который 18 лет будучи обвинен вместе с висманистами как назывались висманисты морганисты и генетики самое самое страшное ругань какую только можно придумать это обозванные генетиками значит он и и вот келдыш меня попросил когда это все тут придумал делал этот проект он однажды обратил и вообще может быть мы сможем что под под этим прохоровским зонтом как бы сделать небольшой корпус но это эквалибристика которая в общем да это это такая игра с цифрами значит но короче говоря у игра удалась и мы смогли построить еще один небольшой корпус по распоряжению президента вообще стал сел чем мы с этого начали как бы раскручивать с ним связано конечно удивительное развитие института огромное доверие конститута к его людям увлеченная по-настоящему участие в каких-то задачах это и при его невероятной ответственности за за расчет всех баллистик значит и и очень сложный и трудный характер он ведь очень тяжело болел это вот связано с болями очень скульт с его курением безумным ноги вены там в общем это был периодически составлял невозможный и он в этих условиях сохранял такую удивительную человеческую красоту такое знаете вечером обычно встречались поздно он перри проходил там в кабинет напротив если это было ли то это двери все открыты белый этаж вот старого здания царской дачи и и он он входил обычно в светлом костюме от природы он всегда выглядел так что он как бы не вылезает из пляжа и все время где-то по-видимому крутится на солнце что абсолютно было исключено я летал с ним и знаю что это никогда не удавалось нам с трудом если мы ночью могли где-нибудь окунуться по секрету от него там сбежать не несколько наиболее молодых членов поездки ну в общем каждая поездка заканчивалась 11 лет 11 лет так сказать некий взлет капу сказать в глазах научной бюрократии произошел по совершенно как всегда бывает по всяким удивительным нелепому ситуации значит какой-то день мы тесно очень тесно он интересовался проектом действительно многими проектами но главная академия конечно это с этим очень много связано значит я ему понадобился его помощник кстати и помощник есть ними память не изменяет на протяжении шести президентов наталья дина тимофееву это царственная женщина и вторая помощница вальтина петровна островская абсолютно легендарные женщины и миллиончиков первая вице-президента два кабинета в этой знаменитой гостиной который который вы наверное знаете да не скучно здесь бывали в этом доме старом я думаю что это имел смысл если вы задумываете что такое то имел бы смысл как бы некую перекличку потому что предполагалось что это здание останется домом приемов по общей легенде новое здание должно были переехать все а президиум важных аппарата всех научных секций отделений там все если научно организационный аппарат зона выходящая б этот корпус б с президентским зал заседаний имя носит петра отдельный зал и и зал заседаний президиум все остальные кабинеты экстра класса по самым высоким международным меркам галерея которая проходит по этой зоне на реку она должна была быть нагружена бюстами великих умов человечество великих философов математиков то есть этот отбор делался и была такая программа художественно-монентального насыщения как бы участие целого ряда выдающихся художника в этой реализации в зале стане президиума очень красивый такой зал этот порядка до 500 человек с гостями вот он там есть такая стелла на которой должен был быть кабелин посвященный петербургу как городу где родилась академия но это то что удалось сделать вот это все премесла в селче были бы было постепенно накапливалось знаете такое неторопливое академически такое осторожное какое-то постепенно созревала мысль что академия наук должна попросить государства построить новое здание эта тема существовала давно с довоенных лет потому что она началась еще при сталине была получена полная поддержка тогда еще по-моему это было при комарове еще возможно и и значит был отведен участок был проведен конкурс в котором выиграл щусев новое здание академии и институты в том числе это было главное здание в комплексе из тогда все институты были очень небольшие кому так это можно было представить себе что там где дома художников он построен на фундаментах которые сооружались под здание академии жопа проект учился потом все это война все остановила а после войны уже не вернулись к этой задачи там потом к этому моменту так разрослась понятие институты академии наук сама академия к ее количество людей в ней что как бы рассматривать что как бы институтом надо в нужной площадке нужно развитие как правило ну кроме гуманитарных наук которым нужно тоже кстати сегодня совсем нужен другой не он они такой как там пытаются сегодня изобразить как будто это можно сделать путем покраски шпатлевки на просто путем неких ремонта восстановительных работ просто такой и не он уже не нужен архитектуры там была достойна и архитектор белопольский который это делал яку борисович это был выдающийся наш мастер и он был магистральным архитектором юго-запада меня такая хотел хотел как бы с детства получилось что я тянулся к нему потому что так сложилась просто жизнь моих моих родителей и круг их интересов все кто меня окружал мои родители мой отец мама очень все отрицательство рюпо известный журналист значит все все эти люди все были членами своих творческих союзов у нас был такой дома был такой коллеги объединенных объединенных творческих союзов все мамы все писатели все от журналистов отец и художников союза и архитекторов и академий в общем короче говоря ситуация в которой я родился я охарактеризовал в каком интервью что я просто удачно родился не в самому делать было почти ничего все получил просто прямым прямым адрес дальше поляков леонид михалыч он был очень человек такой особенный он как-то сказал да это правда он очень хорошо знал всех очень хорошо знал сказал да это надо было бы быть совсем дураку чтобы не воспользоваться такой оказии так вот значит как бы такой это вот побежали я хотел сказать что палеонтологии сыграла особую роль просто два слова вот это однажды мне пришлось позвали позвал 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 мне вызвали к директору административного который скалван завтра надо будет поехать это был на второй год моей работы значит и вам надо пойти к президенту александр николаевич не смеяну я спросил его а куда найти он готов что не знаете где сидит президент не ставите здесь и перезидент как же так но я работаю второй год у вас не растут не ходил нет я знаю что это в не скучном саду но я там не был а это меняет дело но вы знаете где-то да знаю нашла на завтра в 9 часов утра быть там значит я пришел это была замечательная встреча удивительная удивительная встреча значит действительно очень точно я пришел и сказала элегантная женщина по фамилии ингельгард она сказала мне присядьте пожалуйста я сейчас доложу что вы пришли я значит присел так скромно на уголочек вот там наполеоновского кресла и значит она тут же вышла и сказала александр николаевич и у него академик орлов и русаныч крупнейший наш палеонтолог я вошел не было такая вот подарена встреча